Сегодня на совещании Координационного совета обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в республике, а также выявления нарушений и злоупотреблений в сфере ЖКХ. Проблема наращивания долгов управляющими компаниями перед ресурсоснабжающими организациями не теряет остроты. На данный момент 32 организации ЖКХ не расплатились за свет, воду, газ и больше всего должников в Чебоксарах, Алатарском и Шумерлийском районах. Еще одно частое нарушение – неправильное начисление оплаты услуг для жителей. По итогам проверок, проведенных госжилой инспекцией, выявлено 214 таких фактов. По выданным предписаниям населению проведен перерасчет или возврат платы за услуги ЖКХ в сумме 1 млн 200 тыс. рублей. Михаил Игнатьев потребовал строже контролировать деятельность управляющих компаний и при выявлении нарушений в их работе реагировать незамедлительно, чтобы не накапливать проблемы. Участники Координационного совета обсудили и вопросы, связанные с запретом на ввоз отдельных товаров из-за рубежа. Попытки его нарушения регистрируются в таможне нечасто. Основные потоки запрещенных товаров идут со стороны партнеров России по тому же союзу, преимущественно из Беларуси, но также из Казахстана. Указом странам нельзя запретить возить какую-либо продукцию на свою территорию. Это их суверенное право. Было отмечено, что напрямую из зарубежных стран крупные партии товаров в республику не попадают, а с мелкими нарушениями помогают разобраться сами жители города. На сайте Министерства экономического развития уже созданы горячие линии по приему обращений граждан. На совещании затронули и вопрос, связанный с оценкой угроз национальной безопасности, с финансированием терроризма. За последнее время таких преступлений в Чувашии не выявлено. Мария Леончик, Андрей Спиридонов, Республика.